Здравствуйте. Роман Михайлович, такой сравнительно молодой фестиваль, и уже вот на третьем году своего существования он привлек интерес не только зрителей, но и участников со всего мира. На ваш взгляд, почему так произошло? Чем он интересен для участников? Ну, фестиваль хороший, я надеюсь, поэтому... На самом деле, вы абсолютно правильно подметили главную интригу этого года. У нас впервые такое представительское собрание, у нас действительно семь стран. Причем фестиваль начинался три года назад, фестиваль, Севастопольский фестиваль военных оркестров. Мы сразу его назвали международный. На самом деле, до последнего дня думали, приедут к нам иностранные оркестры или нет. Они, к счастью, приехали, приехали хорошие, это приехал Мехтер оркестр из Турции, немцы. Сразу почувствовался такой международный формат. Но в этом году реальность превысила ожидания, потому что в этом году у нас замечательные оркестры с трех континентов. У нас Европа, Азия, Африка. У нас оркестры, которые могли составить бы честь, афиши любого милитаритату в мире. Это я говорю совершенно ответственно, потому что знаю достаточно подробно, как проходят такие фестивали в Европе и в других странах. У нас только что прошла пресс-конференция в Киеве, и там я удивился, насколько ответственно, радушно и по-партнерски ведут себя наши коллеги из Министерства обороны разных стран-участниц, из послы стран. Они пришли к нам на пресс-конференцию, и я чувствую, что они болеют за то событие, которое происходит в Севастополе, не меньше нашего. Мы год готовим программу, обсуждаем с ними до мелочей, кто приедет, с какими произведениями музыкальными, в какой форме, где будут жить эти музыканты, какая у них будет программа. То есть я вижу заинтересованность посольского корпуса, скажем, дипломатического. Для музыкантов и для военных это вопрос престижа, да, прежде всего? Да, вы правильно говорите, потому что даже вот послы говорят, их спрашивают корреспонденты, почему вам это так интересно? Почему вы вдруг все собрались единодушно и собираетесь ехать, едете в Севастополь? Они говорят, понимаете, можно много книжек написать, много картин нарисовать, но военный оркестр – это визитная карточка государства. И действительно, все те оркестры, которые приезжают к нам, помимо того, что они замечательные музыканты, это еще представительские коллективы. Они сопровождают официальные церемонии президентов своих стран. Это очень ответственная позиция, это все равно что-то, ну, президентский полк в Москве, в Киеве – это люди, которые всегда находятся на пике и политической, и культурной жизни. В каком составе в этом году будет фестиваль проходить? Кто приедет? В замечательном составе. Ну, во-первых, это наши оркестры, севастопольские, российская армия, украинского флота и российского флота. Мы ждем оркестр из Симферополя, мы ждем оркестр из Турции, это будет оркестр жандармерии, главного штаба Турции, отменные музыканты. Интересный очень коллектив из Франции, они едут с уникальными такими французскими волынками, это будет экзотическое такое шоу. Потом едет оркестр из Германии, из Ноенбурга, это такой город, это самый древний, ну, самый старый оркестр армейских Германии. Едет оркестр из Польши, едет оркестр из Алжира, это тот оркестр, который был в прошлом году. Всего семь стран, и мы ждем военных дирижеров, военной консерватории из Москвы. Они в прошлом году участвовали в милитаритату в фестивале военно-музыкальных оркестров «Спаская башня» на Красной площади. Это действительно, во-первых, это очень радостные музыканты, энергичные, они молодые. Они способны чувствовать время, и в то же время современное время, я имею в виду, современные модные темы, модные направления в музыке. Тренды, да, правильное слово. Но и в то же время они очень классично следуют традициям военной музыкальной школы. В России она очень мощная, она идет еще со временем Суворова и Екатерины. Ну, в общем, я когда слушаю, вдохновляюсь я тем, что слушаю, вижу, смотрю их ролики, общаюсь с музыкантами, потому что прежде всего, это, конечно, и статусное мероприятие будет, но прежде всего это праздник музыки. Посмотрим и послушаем. Спасибо. Добро пожаловать.